Слишком многое в нашей жизни зависит от бюрократических процедур и порядка, которые существуют. Говоря современным языком, эта проблема существует не только в отношении обычных граждан, но и в отношении бизнеса. Государство, устанавливая те или иные процедуры, также создает либо административные барьеры, либо создает благоприятную среду. Если говорить о телекоммуникационной сфере, то немного цифр. 10% увеличения проникновения доступа в интернет создает в среднем до 1,5% валов внутреннего продукта. Однако успешное развитие телекоммуникационного бизнеса в большинстве своем зависит от регуляторики, которая существует. Итак, разрывая оковы. О чем бы хотелось в первую очередь поговорить? Наверное, уже Кирилл Алексеевич об этом сказал. Конечно, в первую очередь телекоммуникационная сфере ожидает принятия решений и реализации решений по совместному использованию сетевого и радиочастотного ресурса. На сегодняшний день уже сделана возможность построения сетей связи с использованием средств связи другого оператора связи, совместное использование средств связи операторами связи по договору между ними. Мы ожидаем скорейшее принятие правил регистрации радиоэлектронных средств для того, чтобы можно было регистрировать одну базовую станцию за несколькими операторами связи. В Думе находится законопроект, к сожалению, не движется с весны этого года. Это позволило бы уже на данном этапе, если было принято это законодательное решение, обмениваться частотами, совместно использовать те полосы, которые имеются у операторов связи. Но, к сожалению, ожидаем, что это решение будет принято в ближайшее время. И в рамках тех законодательных инициатив, которые, по сути дела, уже приняты и готовы к тому, чтобы быть реализованы. Таким образом, эффективное использование сетевого и радиочастотного ресурсов позволит повысить не только качество, но и решить проблему преодоления цифрового неравенства в России. Поговорим немного о доступе в жилые дома. Конечно, проблема волнует, в первую очередь, операторов, которые занимаются построением сетей проводного широкополосного доступа. И проблема основывается на том, что для того, чтобы разместить сеть связи в жилом доме, необходимо построить сеть, разместить ее, разместить необходимое оборудование. Ну, а для того, чтобы разместить необходимое оборудование, необходимо получить две трети согласия собственного. Действующее законодательство, в частности, 46-я статья Жилищного кодекса, требует обязательного проведения общего собрания для решения такого вопроса. Результаты – большие организационные затраты, затягивание сроков строительства сетей, замедление темпов цифровизации в России, невозможность для граждан получать услуги связи у другого оператора света. Конечно же, защищая право собственности, государство создало такие инструменты, которые создают барьеры для доступа к другим ресурсам, к информации в том числе. Право на доступ к информации и право частной собственности – это два кондиционных права. И мы полагаем, что в действующем законодательстве, в частности, в законодательстве о связи, должен быть найден баланс этих двух кондиционных прав. И одно право не должно реализовываться ущерб другого. Как можно найти этот баланс? Мы полагаем, что в законе о связи могла бы появиться норма, и соответствующие поправки требуются в жилищное законодательство, которое предоставляли бы операторам связи зайти в жилой дом, имея договор, например, с одним из жильцов этого дома на предоставление услуг по доступу в интернет. Бессловно, должны соблюдаться требования техники строительства, требования по безопасности, но, наверное, этого было бы достаточно для того, чтобы развивать современные широкополосные сети. Еще одна проблема, которая волнует операторов связи, осуществляющих строительство сети связи в жилых домах, это присоединение к электрическим сетям. Регулирование в сфере энергетики на сегодняшний день содержит избыточные требования к оборудованию и требования к процедурам. Например, подача заявок на технологическое присоединение, оборудование, которое расположено в жилом доме, если мы посмотрим действующие правила, относится к исключительно, опять же, к компетенции собственников. То есть нужно собрать общее собрание для того, чтобы присоединить оборудование связи, находящееся у оператора связи в жилом доме, к энергоснабжающим сетям. Требуется обязательная установка средств учета потребляемой электроэнергии, при том, что оборудование, которое ставят операторы связи в каждом подъезде, в каждом жилом доме, потребляет не более, чем электрическая лампочка. В среднем мы посчитали затраты в год на установку такого оборудования, в обслуживании составляет порядка 6 тысяч рублей. В 2013 году были установлены ограничения по технологическому присоединению электроэлектрическим сетям потребителей с фиксированной мощностью. И эти ограничения действуют в отношении любого субъекта хозяйственной деятельности. И по фиксированному тарифу можно присоединиться только один раз в три года. Однако операторы связи ежегодно вводят в эксплуатацию большое количество объектов связи, строят большое количество сетей и вводят в эксплуатацию оборудование, которое находится в жилых домах. Соответственно, по фиксированному тарифу возможно только одно присоединение, а все присоединения последующие к ним применяются более высокие тарифы. Таким образом, мы имеем только в части присоединения оборудования связи к электрическим сетям дополнительные издержки по обслуживанию этих сетей, составляемые порядка 10% ежемесячно выставляемого счета абонентов. И длительность процедуры оформления присоединений снижает темпы развертывания современных сетей связи в жилых домах. Частотное регулирование. Полосы частот, которые используют операторы связи, это ЛТЕ и 3G, и частоты, которые ранее выделялись под GSM, они в основном относятся к либо совместному использованию полос, либо относятся к полосам правительственным назначениям. Результат. Длительные сроки согласования с органами Минобороны, ФСО, ФСБ, наложение в ряде случаев ограничений по работе базовой станции, дополнительные расходы по проведению конверсии. Мы полагаем, что в ближайшее время регулятор совместно с участниками рынка должен заняться переводом полос, используемых сетями сотовой связи, из категории ПРСИ в категорию гражданского назначения. Соответственно, результат будет следующий. Категории полос будут соответствовать реальному использованию частон, и существенно сократятся сроки рассмотрения радиочастотных заявок. Проблема регистрации маломощных радиоэлектронных средств. Для обеспечения качественного покрытия, в частности, то, о чем говорил представитель журнала, необходимо не только строительство базовой станции, но и в ряде случаев необходимо усиление сигнала, который используется для покрытия сети в некоторых участках. Для этого операторы связи строят большое количество маломощных базовых станций. Например, в нашей компании такое количество базовых станций достигает уже десятки тысяч. Оборудование дает возможность улучшить покрытие, снизить соответствующие расходы. Но при этом это оборудование работает в зоне действия основной базовой станции, для которой зона покрытия уже соответствующим образом расширена. Мы полагаем, что настало время, когда необходимо отменить обязательную регистрацию таких радиоэлектронных средств, и если они, соответственно, используются с учетом ограничений, которые указаны в решении КГРЧ 2012 года, и работают на тех же радиочастотных каналах, которые присвоены, назначены соответствующим базовым станциям. Ну и, наверное, последний вопрос, который я тоже хотел бы поднять к следующему обсуждению. Это проблема обязательного уведомления операторами связи абонентов об изменении действующих тарифов и существующих условий обслуживания. Мы сегодня слышали, что в отношении средств массовой информации введены дополнительные требования по ограничению участия иностранного капитала. Ограничение касается 20%. Однако на сегодняшний день правила оказания услуг подвижной связи, телематических служб, передачи данных содержат достаточно жесткое требование о том, что любые изменения в действующих условиях обслуживания должны быть доступны для оператора и доводиться до абонента через средства массовой информации. При этом на практике уже существует ситуация, когда и о деятельности органов государственной власти, и об изменении условий обслуживания в сфере коммунального хозяйства, энергетики, водоснабжения, информация до абонентов доводится через интернет. Мы полагаем, что изменения могли бы быть внесены, и есть необходимость правила показания услуг связи, закрепить обязанность оператора связи по информированию абонентов об изменении условий обслуживания не обязательно через средства массовой информации, но и через официальный сайт оператора связи. Субтитры создавал DimaTorzok